приветствую дорогие друзья и сегодня я вам буду рассказывать о прекрасном средстве для сосудов и иммунитета на моем канале много есть видео о том как очищать кишечник и несколько таких видео посвящены семенам льна а сегодня я хочу поделиться с вами еще одним способом который помимо того что кишечник очищает так еще и много пользы нашему здоровью приносит я буду рассказывать вам о том как смешивать семена льна с медом и что это дает и если смешать в правильной пропорции семена льна и мед то получится такой уникальный состав в котором будут и углеводы и слизи органические кислоты и витамины и такая вот смесь улучшит пищеварение очистит кожу снизит уровень холестерина сбалансирует общий гормональный фон также поможет сбросить лишний вес и повышает защитные силы организма укрепляет иммунитет очищает сам организм и наши сосуды от токсинов от вредного холестерина и также не дает образовываться холестериновым бляшкам значит смотрите что нужно сделать как это готовится нужно взять одну столовую ложку семян льна одну столовую ложку натурального меда один стакан воды и еще рекомендую взять одно зеленое яблоко можно конечно и без яблока но так будет лучше гораздо эффективнее пройдет процесс очищения семена льна рекомендую заранее перемолоть на кофемолке чтобы получилась из них такая мука ну и в принципе все эти ингредиенты нужно положить в блендер и перемолоть чтобы была такая однородная кашица как правильно принимать можно принимать натощак 2 чайных ложки можно добавлять в свои каши там в завтрак в коктейли в смузи можно разводить в стакане воды и пить кстати воды желательно пить побольше вместе с такой смесью так лучше проходит процесс очищения принимать нужно курсом две недели можно один месяц и в принципе если ввести в свой рацион вот эту смесь хуже для здоровья не будет будет только лучше ну и конечно же несмотря на огромную пользу в каждом продукте существуют противопоказания о которых я сейчас вам и расскажу нельзя такое средство принимать при обострении болезней почек печени и желчного пузыря также если есть камни или песок в желчном пузыре нежелательно беременным нельзя детям до трех лет и также не стоит употреблять после операции и если есть проблемы со свертываемостью крови или кровотечения и друзья мои как я вам и обещала в каждом видео я буду для вас зашифровывать специальное новогоднее послание так вот друзья мои я желаю вам ощутить огромную любовь к себе почувствуйте себя насколько вы прекрасны насколько вы удивительны просто прочувствуйте всей душой насколько это классно любить себя и а Продолжение следует...